Лунный свет крадет у тьмы владенья, Безмятежно развилась ночная тень. Завтра утром будет время Сделать всё, что не успеет. Привет, ребята! А вы когда-нибудь замечали, что звёзды зимой намного ярче светят, чем лето? Почему же так происходит? Давайте узнаем вместе со Златой и Назаром Фадеевыми. Начинаем! Что ты там пишешь? Я с ВИЖ желанием пишу. А Новый год же уже прошел. Да нет, я же для падающих звёзд пишу. Их на небе вон как зимой хорошо видно. А я и не замечала. А может и мне написать? Да, да, конечно, напиши. А то вдруг звездопад. Привет, ребята! Привет! Чем занимаетесь? Ну мы тут пожелания пишем. Да. Но ведь Новый год уже прошел. Но для падающих звёзд. А, вот оно что! Их действительно сейчас так много, и они такие яркие. А вы знаете почему? Нет. Нет? Давайте вспомним. Наша планета всегда на одном месте стоит? Да. Всегда? Или вращается? Она вращается. Помимо того, что она вращается вокруг своей оси, она ещё вращается вокруг чего? Вокруг луны. Солнышка. Что она сгреет? Вокруг солнышка, да. Поэтому в разное время года мы видим разные звёзды. Вы замечали это? Да. Даже если мы сегодня будем наблюдать за звёздами, запомним примерно их расположение, а потом через пару недель посмотрим в то же окно, мы увидим другое расположение звёзд. Как вы думаете, почему? Потому что она поворачивается к солнцу то одним боком, то другим, и с разной стороны. День и ночь. Да, это мы с вами уже давно выяснили, почему у нас день и ночь. А вот почему меняются звёзды? Потому что наступает день, ночь. Нет. Нет, смотрите, мы где находимся? В какой галактике? В... Как называется? В вечный путь. Умнички. Поэтому наша Земля всегда разные звёзды видит. Запомнили? Да. Молодцы, ребята. Да, конечно, писать желание – это хорошая идея. Только вот зачем? Чтобы исполняли. Откуда такая примета? Это заметили ещё наши предки. Да, что если загадаешь прямо в ту же секунду, желание оно обязательно сбудется. Ребята, а я предлагаю нарисовать звёздочку. Как вы на это смотрите? Я думала, что хорошо. Так, смотрите, как мы будем рисовать нашу звёздочку. Пам-пам-пам-пам-пам. Да, есть специальный такой пример. Лёгкий. Как нарисовать быстро. Ой, какое ёлочко. Звёздочку. Посмотрите, мы нарисовали буковку Л. Теперь мы ведём вот сюда линию. Потом куда? Вправо? Да. Или сюда? Нет. Вправо. И потом вниз. И соединяем. А потом всё можно будет стереть. Можно зарисовать. Ну-ка, быстренько нарисовали такую звёздочку. Ребята, а вы рисуйте вместе с нами, а потом присылайте свои работы либо по почте, либо на электронный адрес. Так. Дорисовываем нашу звёздочку. Ребята, вы знаете, бывают такие дни, когда можно видеть очень много падающих звёзд. Это называется звездопад. Совершенно верно. Камушки, которые находятся в космическом пространстве, летят и ударяются об воздушную оболочку нашей Земли. Они соприкасаются с нашей оболочкой и происходит такая вспышка. Поэтому нам кажется, что падает звёздочка. На самом деле это метеориты. Так. Дорисовываем нашу звёздочку. Ну что, у меня звёздочка готова. Да, можно её разукрасить. Посмотрите, у меня есть фотографии звёздного неба. Это у нас что? Влечный путь. Молодцы. А вот это тоже? Влечный путь. Да, это тоже влечный путь. Молодцы, ребята. Ребята, посмотрите, что это у меня за картинка. Это... Что здесь нарисовано? Созвездие. Давайте прочитаем, что за созвездие. Селед. Нет. А где мы слышали такое слово? М плюс. Знак Зодиака. Зодиака, да. Что ещё здесь есть? Близнецы. Близнецы. Рыбы. А какой у вас знак Зодиака? У меня рак. А у меня... Так. Рака мы здесь не нашли. А у тебя золотка? Овен. Овен? Смотри, вот Овен. Созвездие Овен. Что ещё здесь можно увидеть? Созвездие Андромеда. Водолей. И водолея. На самом деле это буквально кусочек. Ребята, я предлагаю теперь вырезать нашу звёздочку. А с другой стороны написать своё самое заветное желание. Попробуем? Давайте. Мне кажется, это желание обязательно сбудется. Ребята, а вы тоже присоединяйтесь к нам. Нарисуйте звёздочку, вырежите, а потом напишите там своё заветное желание. Так, Назар уже вырезает золотка, давай поторопись. А вы знаете, что такое малое и большое медведице? Да, это соотвездие. Соотвездие, да. А что находится в большой медведице? Самая яркая звёздочка. Полярная, самая яркая звёздочка. Давайте нарисуем большую медведицу, попробуем. Вот тут у нас звёздочка. Она сияет. Вот тут. Она что, похожа в малое и большое медведице? На ковш. Да, действительно. Посмотрите, вот так. Тут звёздочка, можно вот так и нарисовать, как будто звёздочка. Так, вот здесь ещё у нас звёздочка. И вот здесь. Ну что, ребята, похоже на ковш? Да, если это ещё соединяем. Посмотрите, если вот так вот мы соединяем, похоже на ковш. Молодец. Так, звёздочку вырезали. Да, и теперь можно мне и желание написать. Да, только так, чтобы никто не видел, а то не сбудется. Ребята, как вы думаете, что раньше люди загадывали? Еду, воду, одежду. То, что для жизни надо. Необходимо. Да, да. А что чаще всего вы загадываете? Ну я чаще загадываю, чтобы мои близкие были здоровы, у никого несчастья не происходило. Какой ты молодец, Назар. Ночь тиха, природа задремала. Тихо светит одинокая луна. Путается в тучку одеяло. И блуждает среди ярких звёзд весна. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова